В новом бюро, расположенном в здании Театра Русской Драмы, туристы смогут получить информацию о достопримечательностях, наиболее уютных и презентабельных кафе, ресторанах, магазинах и спа-салонах. Причем не только из буклетов на нескольких языках, но также из уст консультанта. К слову, не успел центр проработать и пяти минут, как сюда заглянули первые посетители. Я не очень сильна в английском. Может, вы мне могли бы дать карту Риги на немецком? Ну а наша съемочная группа решила узнать, насколько доступна информация о столице Латвии и где ее находят гости города. Информацию о Риге нашел в интернете и решил приехать сюда. Здесь невысокие цены, дешево, поэтому хорошо. Я нашла информацию в книге «Тур в Ригу». Информации достаточно, по крайней мере, для меня. Мне здесь нравится, и девушки здесь очень красивые. Информации немного, поэтому я прибыл сюда на пароме, чтобы изучить город. К слову, последние данные свидетельствуют, что по пятибалльной шкале туристы на столицу оценили в 4 балла. Особо довольны гости так называемыми поездками выходного дня. А самым ценным, что есть в Риге, то есть считает историческую часть города в сочетании с современностью. Но свою руку для привлечения новых гостей должен приложить и сам город. Красота красотой, но удобство туристов тоже немаловажно. На следующий год перед Бюроком развития туризма поставлена задача вести им так называемые эти карты туристические. Когда ты покупаешь одну карту, как пластика, и с ней уже получаешь скидки в музеях или в каких-то ресторанах, как это существует в других городах Европы. Пока они в этом году на этот сезон физически не успевают это сделать, но в следующем году это нужно вводить, чтобы такие карты здесь продавали. Отметим, что за зимние каникулы были побиты все ожидаемые показатели по наплыву туристов. Самыми активными и щедрыми оказались россияне, за которыми следуют немцы и скандинавы. Мария Бургарте, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Наступление календарной весны еще.